нам понадобятся 3 яйца к яйцам добавляю 200 миллилитров кефира. кефир и другие продукты комнатной температуры. также добавляю четверть чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. продукты хорошо перемешиваю вместе до однородного состояния. затем просею сюда муку. муки у меня один стакан с хорошей горкой. стакан на 250 миллилитров. это 150 граммов. вместе с мукой я просею одну чайную ложку разрыхлителя. и снова хорошо перемешиваю все продукты вместе. получается вот такое вот гладкое текучее тесто. я его накрываю и пока убираю в сторонку отдыхать. тем временем я беру один репчатый лук и нарезаю мелко. хорошо разогреваю сковороду. добавляю ложку растительного масла. и обжариваю лук, помешивая до прозрачного состояния. а затем выкладываю на сковороду фарш 500 граммов. у меня фарш индюшиный, но подойдет из любого вида мяса. когда фарш на сковороде слегка вот так вот красиво позолотился, я его посолю. добавляю 1 треть чайной ложки соли. слегка посыплю черным молотым перцем, буквально щепотка. и добавлю приправу, в которую входят сухие томаты, сухой базилик и чеснок. 2 чайных ложки. перемешиваю и убираю с огня. даю остыть сковороде и продуктам до теплого состояния. продолжаем готовить. когда сковорода практически полностью остыла, ее можно легко брать руками. фарш подравниваю, чтобы лежал равномерно. и выливаю сюда тесто. если тесто вылилось не очень равномерно, подравниваем прямо на сковороде. знаю, что будут вопросы о том, какого диаметра сковорода. сковорода 28 сантиметров. накрываю продукты крышкой, в которой есть небольшое отверстие, чтобы влага не скапливалась внутри сковороды. если вы будете готовить как и я на газовой плите, очень рекомендую использовать рассекатель. включаю минимальный огонь и отправляю сюда сковороду. через 25 минут пирог готов. он стал таким вот плотным сверху. при этом он очень хорошо отходит от стенок. сверху я посыплю пирог тертым сыром. с сыром беру 60 граммов. а также добавим немного зелени. я беру базилик. если этот простой рецепт вам интересен, готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал. нажимайте колокольчик, чтобы сразу увидеть новые интересные рецепты. спасибо всем, кто ставит лайк и пишет свое мнение в комментариях. будьте здоровы и пусть новости будут только хорошими. увидимся в следующем вкусном видео!